Наша команда продолжает работать на первом сборе. Глобальная задача – подготовка ко второй части сезона. Но работа не исчерпывается исключительно футбольным полем. В настоящий момент наши парни занимаются в тренажерном зале. Давайте заглянем туда. Ян, судя по твоему внешнему виду, ты каждый день проводишь в тренажерном зале, это так? Нет, у нас просто есть нагрузка, когда надо бить тренажер. Я думаю, что каждый второй день. Так что, ну, чуть-чуть ноги устали, но надо работать на то, чтобы и не только кардио, чтобы и сила была. Почему ты ноги так нестандартно держал? Ну, так сложнее делать. Вот он так же, смотрите. Ну, касаемо, может, по причине того, что просто не достает на гайбе-то сегодня. Блин. Может быть, вес потяжелее. Но тренер нам выставляет вес, поэтому он отвечает за это. Андрей Павлович, расскажите, пожалуйста, вы здесь каждому тренажеру номер определенный поставили. Какую систему вы работали поподробнее? Нет. Ну, у нас здесь сейчас мы работаем, тренизируем все группы мышц с малыми весами, с хорошей такой работой, чтобы прокачать все мышечные пучки. И поэтому чередуем работу на верхушку, работа на ноги, работа на верхушку, работа на ноги. Таким образом, как бы, разгружаем мышечные группы, которые нагружались, мы потом даем на другую мышечную группу. А как вы считаете, мы устали? Вы? Нет. Ребят, вообще как? Тренажерный зал уважаете? Конечно, уважаю. Особенно россияне. А есть взаимное понимание? В тренажерном зале? Ну да, я его страхую иногда, когда он подустает, да, Артю? Субтитры сделал DimaTorzok Артур Анатольевич, подскажите, пожалуйста, что за упражнение такое, потому что с другими как-то мы разобрались, а тут не все понятно. На что акцент? Это на заднюю поверхность бедра Шишкин делает, на ягодице и на заднюю поверхность бедра. Достойно делает? Все правильно делает? Все правильно делает упражнение, все технично. Хорошее упражнение, хороший тренажер. А вообще, в целом, какой тренажер вы котируетесь больше всего? Тут они каждый индивидуальны для каждой группы мышц. Они все универсальны и в то же время каждый выбирает то, какую цель он ставит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Виталь, Нет, ты красавчик. Правда. Ну, я же не совру, ты же знаешь. Ты-то да! За журналистом пока есть! Виталь, ты обычно всегда улыбаешься. Абсолютно всегда. Но вот здесь, в тренажерном зале, я чаще вижу твое сконцентрированное суровое выражение лица. Тяжело дается? Мне нормально просто. Улыбок пока. А что больше нравится? Бегать или в тренажерном заниматься? Бегать легкой атлеткой. Мы работаем с мячом. Конечно, работаем на поле больше, чем работаем в зале. А так, в принципе, ну, одно без другого не может существовать. И это и то надо совмещать. Работай, работай и посты. Олег Алексеевич, расскажите, пожалуйста, о важности тренажерного зала и о том, сколько его будет на первом сборе. Ну, конечно, это важно, поскольку идет укрепление всех групп мышц для того, чтобы вся работа, которая происходит на поле, лучше усваивалась и не было никаких микроповреждений у ребят. И, в принципе, чем лучше будет мышечный корсет, тем лучше будут вести единоборство и вообще преодолевать различные сопротивления, которые во время матча возникают. А будет его на первом сборе четыре раза, четыре занятия будет. И тот зал, который мы увидели здесь, это, наверное, без комментариев, вы сами видите. Пока еще некоторых тех тренажеров, которые присутствуют здесь, я не видел. Поэтому те занятия, которые позволяют нам осуществлять этот зал, это только, вообще, не знаю, пойдет на такую пользу ребятам, что тяжело даже греться. Вообще сбор – это большой труд, да, особенно первый? Ну, да, всегда, когда после отпуска начинаешься, я думаю, что неделя такая всегда, когда что-то побаливает, а потом, я думаю, что уже когда наладится, уже все нормально пройдет. Мы справимся? Я думаю, да. Редактор субтитров А.Семкин